Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Выбор за тобой. Бавруйские колледжи начали принимать абитуриентов. Почти 50% плана приема мы выполнили за первый день. Какие специальности предлагают? Сплоченная команда. Бавруйский городской комитет БРСМ подвел итоги работы за последние 5 лет. Реализованы интересные программы и проекты. Какие планы на будущее? Время без забот. В детском лагере «Мечта» продолжается третья смена. Ребята не сидят на месте, а все время активно-активно двигаются. Какой распорядок дня? А также новое введение от Белпочты. Ставка рефинансирования. Изменения для главного закона. В Беларуси планируется повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост главы государства. Что еще предлагают? Кем быть, вот в чем вопрос. В Беларуси продолжается вступительная кампания. Бавруйские колледжи тоже ждут абитуриентов. На бюджет подать документы можно до 14 августа на платную форму обучения по 9. Какие предлагают специальности узнавала Карина Гуревич? Уравнение и формулы легко. 15-летний Никита Хурсан с детства дружит с математикой. Сложные задачки щелкает как орешки. Поэтому он сегодня здесь подает документы в Аграрно-экономический колледж. Специальность – бухгалтер. Работа с бумагами, мыслить – это для меня больше всего чем… Ну, для меня более не физическая нагрузка, а умственная. Нагрузка для меня более подходит. Сейчас в стране горячая пора для абитуриентов. Проходит приемная кампания, средне-специальные учебные заведения. Открывают свои двери и бавруйские сузы. Например, в Аграрно-экономическом колледже обучают по четырем специальностям. Для техника строителя, программиста и бухгалтера понадобится только бал аттестата. Для юриста еще и ЦТ по русскому или белорусскому, плюс обществоведение. Прием документов продлится на бюджетную форму по 12 августа, на платную до 17-го. Приемная кампания началась вчера с 9 утра. У нас здесь установилась плотно очень такая активная очередь. Вчера приняли больше 60 комплектов документов на разные специальности, разные формы обучения. Сегодня активность продолжается. Самая большая активность наблюдается на программном обеспечении информационных технологий. И на бухгалтерском учете. От слесаря до кладовщика. Профессии, которые предлагает автотранспортный колледж. Приятный бонус для учащихся – возможность получить водительское удостоверение категории B и C. Отбор проходит по конкурсу среднего балла. Подать документы можно до 12 августа. Мы вчера отработали первый день. И почти 50% плана приема мы выполнили за первый день. Конечно, сегодня менее ажиотажно, но абитуриенты в течение всего дня подходят к нам. Хочу отметить, что с разных уголков страны к нам приезжают. И с Мозыря, и с Калинкович, с Брестской области, с Витебской области, с Борисова. То есть регионы все у нас представлены в нашем учебном заведении. Всего в Бобруйске 9 колледжей. Каждый предоставляет качественное образование, которое станет хорошим началом карьеры. Подать документы можно до 14 августа тем, кто хочет поступить на бюджет. На платную форму обучения – по 9 августа. Всю подробную информацию о зачислении можно найти на сайтах учреждений образования. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 975 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 436 595 человек. Для удобства те, кто хочет сделать прививку, в столице создали интерактивную карту. На ней все пункты вакцинации с адресами. Не только париклиники и больницы, но и крупные магазины и торговые центры города. Новая Конституция. Безопасный уборочный день пожарной службы. В эту субботу в Минске пройдет парад МЧС. Чем будут удивлять? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси планируется повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост главы государства. Предлагают внести в Конституцию и пункт, согласно которому один человек может быть президентом, максимум два срока. В конечном итоге собираются изменить 59 статей основного закона страны, включить в нее 16 новых, а исключить две. Окончательный вариант документа предоставят на всенародное обсуждение. В последующем, уже с поправками, проект будет вынесен на республиканский референдум. С коммерческих посылок будет взиматься НДС вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения. О нововведении рассказали на официальном сайте Белпочты. Отмечается, что правило не распространяется в том случае, если это касается товаров для личного пользования получателя и его семьи, которые не отражают финансовых интересов. При этом цена не должна быть больше 45 евро. Платежи станут начислять, если сумма будет больше. В Беларуси новая ставка рефинансирования с сегодняшнего дня – этот показатель 9,25% годовых. Среди причин такого решения регуляторы называют ускорение роста потребительских цен как в нашей стране, так и в мире. В то же время белорусский рубль стабилен, а контроль за денежным предложением ограничивает инфляционные процессы внутри Беларуси. Уборочная компания в Беларуси набирает темпы. Уже на старте аграрии заявляют о хорошем урожае. Культуры убраны почти на 7% площадей – это полмиллиона тонн зерна. Так уже в Брестской области появился первый экипаж «Тысячник» на особом контроле и вопрос профилактики производственного травматизма. Практическую помощь организациям в охране труда во время работы оказывают мобильные группы. В эту субботу в Минске пройдет парад МЧС. Повод – профессиональный праздник. Он отмечается ежегодно 25 июля. По проспекту Независимости прошагают подразделения министерства, ветераны, спортсмены, юные спасатели. А в парке имени Горького для гостей праздника будет организована развлекательная программа. Напомним, история службы ведет свой отчет с 1853-го. Именно в этот день в столице появилась самая первая пожарная часть. Молодежь в Беларуси в Бобруйске прошла конференция БРСМ. На ней подвели итоги деятельности за последние пять лет, определили стратегию развития на ближайшую перспективу, избрали делегатов на седьмую отчетно-выборную конференцию Могилевской организации, а также первого и второго секретаря. Бобруйская городская организация «Флагман». На сегодняшний день она действительно несет свое имя. Реализованы интересные программы и проекты. Очень много именно городских проектов, которые перешли в ранг областных и республиканских. То есть их опыт перенимается и видно, что команда есть, команда работает. Вот есть живой актив, который несет идеи. Вот, наверное, это самое главное сегодня. В завершении встречи лучшим активистам и первичным организациям были вручены грамоты, благодарности и памятные подарки. Отдых с пользой у школьников в самом разгаре летние каникулы. Многие отправились в оздоровительные лагеря. Бобруйская мечта – самый большой во всей Могилевской области. Сейчас здесь идет третья смена. Почти 600 детей. На один день в детство вернулась Ольга Васенда. Для 11-летнего Лени Прановича поездка в мечту – обязательный пункт для выполнения во время летних каникул. Этот год не исключение. Мальчик отдыхает на третьей смене. Футбол, волейбол, гандбол. Время проводят активно. Спортом не ограничивается. В число в хобби входит также участие в концертах. Школьник любит читать стихи. Я уже много раз была в лагере. Даже не могу посчитать, сколько раз. Потому что мне тут очень нравится. У нас тут хорошие воспитатели. С нами всегда занимаются. У нас много спортивных и творческих мероприятий. Мечта – крупнейший лагерь в Могилевской области. Дети съезжаются с разных районов и городов. На третьей смене, которая называется «Талисман» и «Лето», оздоравливаются почти 600 человек. Всего 30 отрядов. День у ребят расписан буквально поминутно. Утром проснулись, провели генетические процедуры, зарядка. Ну и поехали, побежали по графику работы. То есть утром спортивные мероприятия, ходилки-бродилки, разные творческие конкурсы, соревнования. Потом у нас всевозможные эстафеты проходят. В общем-то, ребята не сидят на месте, а все время активно-активно двигаются. Особое место в графике – развлечение на свежем воздухе. На спортивных площадках ажиотаж. Игры с мячом, бег с препятствиями, настольный теннис. Ребята забывают даже про гаджеты. У нас очень насыщенное расписание. И мы играем в разные настольные игры. В волейбол, к примеру, еще так же. Футбол. Еще у нас есть дискотека. Это моя любимая часть дня. Потому что там очень весело. Там играет разная веселая музыка. Ну, мне нравится то, что новые друзья появляются. Это очень интересное мероприятие. Там футбол еще проходит. Мы болеем за свой отряд. Ну, и воспитатели хорошие. Организация досуга и безопасность детей – главная задача руководства и воспитателей. Но все это было бы формальностью, если каждый из взрослых не умел находить общий язык с детьми и вкладывать в них душу. Дети – они непредсказуемые, они творческие, с ними очень интересно общаться. Именно поэтому мы приезжаем сюда, чтобы быть немножечко бодрее, активнее. Детям здесь очень весело. Мы проводим большое количество отрядных мероприятий. Есть общелагерные. Естественно, мы все готовимся коллективно. Дети включаются в работу, они очень отзывчивые. И очень приятно проходит время. Вечером ребята тоже не скучают. Например, сегодня у них пижамная вечеринка. А впереди еще 11-летних насыщенных деньков. Так что приключения только начинаются. К слову, четвертая смена пройдет с 5 по 22 августа. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова